Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – это построение простых фигур среди Outlog. В результате алгоритма построения любой фигуры среди программирования Outlog в области кода появится двумерная фигура. Для того, чтобы правильно записать алгоритм построения любого правильного многоугольника, нужно определить угол поворота исполнителя черепашки. Для определения угла поворота воспользуемся таблицей. Как видно из таблицы, для определения угла поворота необходимо 360 поделить на количество вершин той фигуры, алгоритм которой мы запишем в области кода. Если мы записываем алгоритм создания треугольника, то угол поворота составит 120 градусов. Если квадрата, то угол поворота будет равен 90 градусам. Если мы нарисуем правильный шестиугольник, то каждый раз при повороте черепашки мы должны ей задавать угол в 60 градусов. Воспользуемся данными знаниями на практике. Запустим программу. Для того, чтобы в области графики получился равносторонний треугольник, черепашка, начертив одну сторону, должна повернуться на 120 градусов. Перо опустим. А дальше задается команда для создания треугольника со стороной 100 пикселей. При выполнении данной программы в области графика черепашка нарисует треугольник. Для того, чтобы черепашка нарисовала квадрат со стороной 100 пикселей, мы задаем ей команду «Вперед 100». А далее задаем угол поворота. Так как у квадрата четыре стороны, то 360 делим на 4. Следовательно, угол поворота составит 90 градусов. Повторим это действие четыре раза. При выполнении данного алгоритма в области графики черепашка нарисует квадрат. Черепашка может рисовать фигуры различных цветов. Для этого, прежде чем начать рисовать, ей надо дать команду «Цвет пера» и указать номер необходимого цвета. При вводе в программу команды «Цвет пера» можно воспользоваться приведенной ниже палитры, щелкнув на ней. Черепашка распознает 16 цветов. Ноль – это черный цвет. Для управления толщиной линии предусмотрена команда «Толщина пера». Толщина может быть числом 0. По толщине, равной 1, будет начерчена самая тонкая линия. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова